Вот нам ее выдали и вот мы ее пополняем. Пользоваться проездным билетом Любовь Григорьевне приходится каждый день. Это поездки на автобусе от дома до работы и обратно. В час пик или плохую погоду случается добираться и с пересадками. Проездной помогает при этом сэкономить на проезде. Но недавно пенсионерка столкнулась с изменениями по своему тарифу, что привело женщину в недоумение. Она обратилась в нашу редакцию. Для того, чтобы помогли растолковать, почему проездные, вот для нас, пенсионеров, не ветеранов, повысились так, что получается проездной, который стоил 550 рублей, он повысился на 100 рублей. Но какая хитрость? Убрали 5 поездок. Было 45, стало 40. Вот это где справедливость? Так разве можно поступать с пенсионерами? Попробуем разобраться с непростой арифметикой. Для пенсионеров действуют два типа проездных. Первый – безлимитный, без ограничений по количеству поездок на месяц. Он сейчас стоит 900 рублей. Кстати, он тоже недавно подорожал на 100 рублей. И есть проездной лимитированный – 650 рублей за 40 поездок. Лимитированный раньше стоил 550 рублей. И было в нем 45 поездок. Убрали из него 5. Каждая по 30 рублей. Суммарно, это потеря 150 рублей. Плюс общее подорожание тарифа на 100 рублей. И, как итог, переплата в 250 рублей. Как-нибудь это можно урегулировать? Что это комитет по транспорту? Может как-то это сделать? И кто вообще за это отвечает? Кто это наценяет? Почему нельзя сделать? У нас, как у ветеранов, вот нет никаких. Высока ли сумма переплаты? Каждый судит, конечно, по своему кошельку. Тем не менее, растолковать непростые арифметические действия и понять, почему произошло подорожание, нам помог Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Барнаула. Количество поездок по данному проездному определено на основании статистики по данным электронной системы оплаты и учета проезда наибольшей доли совершаемых поездок по лимитированным пенсионным проездным. Порядка 75% пользователей совершают 40 поездок. Но, как рассказала сама пенсионерка, теперь этих 40 поездок ей не хватает. Приходится покупать безлимитный проездной за 900 рублей, что еще дороже и невыгоднее. Получается, я столько не наезжаю все равно. Найти золотую середину, чтобы не переплачивать, не так просто. Однако, как заверили в ведомстве, кататься по проездному все равно выгоднее. Ведь расчетная стоимость одной поездки по нему 16 рублей, что почти в два раза меньше стандартного проезда. Обязанность по обеспечению пенсионеров по возрасту правом льготного проезда на федеральном и региональном уровне не закреплена за органами местного самоуправления законодательно. Администрации города приняты на себя добровольные обязательства по оказанию дополнительных мер поддержки данной категории граждан с компенсацией выпадающих доходов пассажироперевозящим организациям. Там же добавили, что в текущем году пересмотра тарифов не планируется. Напомним, недавнему решению о повышении цен на проезд предшествовало широкое обсуждение. Так, общественная палата города единогласно поддержала это предложение, назвав меру вынужденной. Увеличенный тариф и, считаю, чиновники смогут перекрыть текущие расходы транспортных предприятий. Мария Мацавлек, Алексей Фризин. День с толком.